Когда вы пытаетесь обладать, вы превращаетесь в дьявола. Просто попробуйте завладеть чем-то полностью и понаблюдайте. Это принесёт вам невыносимую боль. Это причинит вам такую боль, что она станет лекарством. Когда этот кусочек жизни оживёт до самой своей сути, вы поймёте, что всё в порядке. Намаскарам, Садгуру. Как справиться с чувством собственничества в отношениях? Не пытайтесь преодолеть собственничество. Просто попробуйте завладеть чем-то полностью и понаблюдайте. Когда вы познаете боль от попыток обладать чем-то, когда вы познаете боль от этого, эта боль излечит вас от собственничества. Ваши попытки преодолеть собственничество не сработают, ведь вы уже пытались это сделать, не так ли? Безусловно, вы пытались, но потерпели неудачу, и именно поэтому вы спрашиваете меня. Завладейте чем-то полностью. Будь это ваш муж, или ваш ребёнок, или даже ваш дом, или ваша собака, постарайтесь обладать ими полностью, и вы увидите, что это принесёт вам невыносимую боль. Это причинит вам такую боль, что она станет лекарством. Почему же вы стремитесь обладать? Вы знаете, что это означает, когда в Индии или где угодно в мире говорят, что человек одержим? Тот, кто одержим — жертва. Но тот, кто им обладает, вы знаете, кто он такой? Вы именно такие. Когда вы пытаетесь обладать, вы превращаетесь в дьявола. Нет, нет, нет. Я просто очень сильно люблю, но... Да, даже с благими намерениями вы превращаетесь в дьявола. В этом и заключается проблема собственничества. Очень благие намерения. Но откуда вы знаете, что у дьявола нет добрых намерений по отношению к вам? Кто знает? Откуда вы знаете, что у Бога благие намерения относительно вас? Только пропаганда говорит так. Но вы-то не знаете точно, не так ли, да? Да. Если всё это создано Богом, как и всё, что происходит в вашей жизни, вы на самом деле не можете знать, есть ли у него благие намерения по отношению к вам или уже нет. Не так ли? Вы уверены в этом? Уверены? Вы этого не знаете. Вы также не знаете, имеет ли дьявол плохие намерения по отношению к вам? Вы не знаете. Но тот, кто обладает, обычно является дьяволом. Благие намерения. Когда мы говорим, что кто-то является дьяволом, мы не ставим под сомнение его намерения. Мы говорим только о результатах его действий. Не так ли? Да. Мы не ставим под сомнение его намерения. О, это дьявольский ветер. Может быть, ветер дует с благими намерениями, но поскольку он разрушает ваш дом, по результатам вы называете его дьявольским. Не так ли? Поэтому, если результат, который вы вызываете, болезненный, вы считаете дьявол. Ваши намерения могут быть благими. А если результат причиняет боль кому-то из окружающих, значит, вы дьявол. Так что, если вам удается обладать, вы должны быть дьявол. А те жертвы, которые одержимы чем-то, они могут доставлять чертовски много проблем окружающим. Видели таких? Поэтому, если я скажу вам, не стремитесь обладать, вы всё равно не остановитесь, потому что это глубоко укоренившаяся проблема. Её нельзя устранить просто советом. Пожалуйста, не обладайте никем. Проблема никуда не денется. Вы можете перемещать своё стремление с одного объекта на другой, но жажда или потребность обладать не исчезнут. Вы можете перемещаться от одного объекта обладания к другому, потому что ваше желание обладать чем-то, по сути, исходит из определённого чувства нереализованного жизненного опыта, определённого чувства незавершённости. Всё, что вы пытаетесь сделать, — это реализовать себя. Я хочу, чтобы вы поняли. Вы не пытаетесь быть богатыми. Вы не пытаетесь быть амбициозными. Вы не пытаетесь быть собственниками. Что же касается жадности, гнева, ненависти? Вы не пытаетесь быть всем этим. Всё, что вы пытаетесь сделать, — это каким-то образом реализоваться, либо обняв этого человека, либо убив этого человека, либо ограбив его, либо похитив его. Вы хотите реализовать себя каким-то образом, потому что не в состоянии вынести незавершённость того, с кем вы являетесь. Старайтесь изо всех сил. Вас это ни к чему не приведёт. Единственное, что я могу вам сказать, — попробуйте всё. Попробуйте жадность. Попробуйте собственничество. Попробуйте любовь. Попробуйте похоть. Попробуйте всё, что захотите. Если вы поймёте, что это ни к чему вас не приведёт, вы должны быть достаточно разумны для того, чтобы измениться. Если что-то не работает, а вы продолжаете делать это снова и снова, тогда вы безнадёжный идиот, не так ли? Не слушайте моих советов. Просто попробуйте что-нибудь. Если сработает, двигайтесь в этом направлении. Если не сработает, надо оставить эту ерунду и попробовать что-нибудь другое, не так ли? Вы увидите, что ни одна из этих вещей не сработает. Все они создают ощущение, что это может сработать, но позже оно окажется ложным. Старайтесь изо всех сил, и тогда вы поймёте. Не надо вялых попыток, старайтесь изо всех сил. Если вы будете стараться изо всех сил, за 24 часа вы всё поймёте. Если вы будете пытаться время от времени, вяло, потребуется целая жизнь, чтобы это понять. Тогда, имея 24 качества, вы потратите 24 жизни, чтобы понять, что это не работает. Это не работает, это не работает, и это тоже не работает. Если вы будете очень стараться, то в течение 24 часов вы поймёте, что это не работает. В чём бы ни заключалась ваша проблема, вникайте в неё до конца. В течение 24 часов вы увидите, что это никуда не годится. Это никогда не сработает. Вам будет это ясно на 100%. Когда вам это станет ясно, я поверю вашему разуму. Единственное, чему я верю, — это разум. Потому что жизнь — это разум. Дерево цветёт. Это определённый разум. Сама земля, по которой вы ходите, разумно. Воздух, которым вы дышите, разумен. С какой-то стороны, жизнь можно воспринимать просто как взрыв разума. То, что вы называете творением, и то, что вы называете творцом, — это высший разум, не так ли? Это единственное, чему вы можете доверять сейчас. И это сработает только в том случае, если вы пройдёте весь путь до конца. Если вы будете действовать вяло, то это подарит вам ложное чувство комфорта и утешения. Вы можете заниматься этими глупостями всю жизнь. Вы понимаете, что это не работает, но вам не хватает интенсивности. Просто полностью отдавайтесь любой ерунде, которой вы занимаетесь. Очень скоро, в течение дня, вы поймёте, что это не работает. Это не работает. Если вы поймёте, что это не работает, я поверю, что вы изменились. Я не прав? Могу я поверить, что вы изменились? Что-то не работает, и вы уверены, что оно не работает. Тогда вы изменились. Сама реализация, завершённость не произойдут через обладание тем или этим. Это произойдёт только тогда, когда этот кусочек жизни оживёт до самой своей сути. Когда вы разглядите в нём сам источник творения, только когда вы прикоснётесь к нему, вы поймёте, что всё в порядке. Когда вы сможете играть в жизнь, как в футбол, пока идёт игра, вы играете. Когда вы захотите остановить её, она остановится. Тогда ничего не будет проблемой.